деятельность человека занимает одну треть его жизни это очень важная вещь надо разобраться как действовать как работать чтобы быть счастливым надо разобраться это очень важно целом человек должен знать что есть три психические структуры которые заставляют человека действовать это чувства ум и разум чувства нуждаются в деятельности они нуждаются в счастье в деятельности и когда человек основывает свою деятельность только на том чтобы было счастье личное счастье и чувства в основном заняты в его деятельности просто хорошо на этой работе ему очень нравится это все но при этом эта работа никому не нужна по факту это называется хобби хобби это то что дает человек отдых когда чувства испытывают счастье человек отдыхает в этой деятельности и она по факту нужно причем это деятельность может быть даже полезно но так как именно чувства заняты в ней поэтому человек хоть она и полезная деятельность он не будет слишком много пользы другим приносить потому что есть одно правило если ты хочешь приносить пользу себе то есть просто наслаждаться деятельностью часто люди они именно хобби считают своим предназначением они думают что именно это то что и должно быть в их жизни главная деятельность например бывает так что человек рисует картины которые ему очень сильно нравится но когда он несет их продавать их никто не понимает и он думает люди какие-то глупые они не понимают мои мою глубину могу другой привести пример меня часто ребята приходят учиться моим методом методы тонкие невидимые то есть надо подбирать индивидуально камни там допустим растения и когда человек чувствует что камень кому-то подходит знаете всегда как бывает впервые знаете как этот камень на самом деле оказывается подходит но ему самому тому кто подбирал именно так люди часто назначают лекарства допустим человек почувствовал что огурцы очень полезны и он начинает всем рекомендовать огурцы как лекарство это тебе поможет потому что ему помогло он верит в огурцы но не видит человека рядом с собой не понимает что ему это не подходит другими словами самое первое что происходит человеком в деятельности это то что он как ни странно делает все для себя хотя он думает что это будет по пользу для других и это называется хобби можно даже своим делом так заниматься как хобби и при этом не понимать почему у тебя ничего не получается почему товар не продается и так далее причина те заключается в том что тебе очень нравится эта деятельность а нравится ли это другим тебя не сильно волнует не потому что ты такой плохой человек а потому что ты поставил себе такую цель быть счастливым в деятельности но слишком рано потому что счастлив может быть человек деятельности не так как кажется большинство людей думают вот если мне хорошо что-то делать мне так приятно это значит что всем тоже приятно будет это получить нет это неправильно приведу пример семейной жизни допустим человеку что-то приятно в доме делать это не значит что будет приятно всем остальным но если я нацелен на то чтобы сделать приятное другому человеку близкому человеку и жду от него благодарности и когда благодарность приходит даже не жду а просто делаю чтобы ему было приятно и когда приходит благодарность становится приятно мне Конечно же я должен испытывать какое-то счастье от деятельности, но не надо это ставить во главу угла, не надо думать, что это самое главное. Допустим, девушка убирается в квартире, а муж пришел с работы голодный, и он ждет, когда же жена его накормит, она говорит, чуть попозже, и продолжает убираться, потому что ей очень нравится убираться. Она говорит, ну разве тебе не хочется, чтобы в квартире было чисто? Он говорит, конечно хочется, но мне хочется кушать. Гораздо больше, чем чистоты сейчас в данный момент. Понимаете, о чем я говорю? Что хобби означает, что человек не сильно учитывает интересы других людей, он делает только то, что ему нравится, и все остальное его не сильно волнует. Если вы, допустим, занимаетесь какой-то любимой деятельностью, у вас нет никакой эффективности, то есть денег нет с этой деятельностью, и вы думаете, как классно, все равно буду этим заниматься, жена будет меня кормить, или родственники, а я буду делать любимое дело, то это значит, что вы не находитесь на правильном пути. Ваши чувства решили, что вы должны заниматься этой деятельностью, но когда человек на платформе чувств действует, он никогда никому не поможет. Именно поэтому пчелы всех трутней из улья выгоняют, потому что трутни находятся на такой платформе, они не хотят ничего делать, не хотят просто кушать мед, и все. Ну или, допустим, человек хочет что-то делать, но при этом не то, что нужно другим. Или, может быть, не в это время другим это нужно, или не так, как он делает, им нужно, но в любом случае это не нужно. Подумайте об этом. Когда человек чуть-чуть развивается как Личность, видите, мы говорим о развитии Личности сейчас. На первом этапе человек всегда действует для себя, хотел бы он этого или нет, и всегда чувства управляют им. Ему просто хочется быть счастливым в деятельности, и все. Больше его ничего не волнует. Это касается всех людей. Это первый этап деятельности всегда такой.